Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Аллилуйя! Я буду продолжать говорить. Вы знаете, мы на прошлом служении говорили о том, что Бог готовит и готовит с самого раннего возраста. Мы смотрели, как это происходит в еврейской общине, что с пяти лет дети уже читают Святое Писание. Слава Богу! И в 13 лет мальчики уже посвящаются быть мужчинами, а девочки в 12 лет уже посвящаются быть женщинами. То есть это означает, что они духовно выросли. Аминь! Это означает, что они духовно уже созрели, стали духовно зрелыми, и они должны уже брать ответственность за свою жизнь, принимать ответственные решения. Слава Богу! И таким образом, что вот 8 лет, 8 лет с 5 лет до 13, изучая Слово Божье, Бог очень сильно работает с этими детьми, которые становятся потом взрослыми в Господе. И поэтому сегодня я хочу поговорить о преемственности поколений. Продолжая тему личной веры, личного откровения, я хочу поговорить о том, что все мы, все мы, да, все мы люди Божьи, должны иметь личное откровение от Бога. И сегодня я продолжу эту тему, и хочу говорить о том, чтобы дети, наши дети, духовные, физические дети, они также научились ходить верою. Они также научились слышать Бога. Они также научились преодолевать свои проблемы, свои кризисы, да, потому что в них тоже будут происходить различные испытания в их жизни. Но чтобы они состоялись, чтобы они также стали мужами и женами Божьими. Аминь. И я начну сегодня, я начну с Исаака, но прежде чем начать с Исаака, я должен вспомнить его отца, кого? Авраама. Авраама. И понимаете, Авраам, как отец веры, как основоположник, так сказать, такая модель для нас, для всех верующих, как нам нужно жить верой, как Авраам жил верой, да. Но если бы Авраам не учил своего сына Исаака жить верой, то Исаак не был бы по-настоящему сыном Авраама. И поэтому мы, когда смотрим на Авраама, мы смотрим, как он жил, как он воспитывал своего сына Исаака, тоже с самого детства, я верю, это было воспитание вери, да, это было воспитание, хождение с Богом, слышание Бога и так далее, и так далее. Знаете, сегодня, сегодня в современном мире мы имеем много возможностей, кстати, слышать Слово Божье. Мы можем в церкви слушать, мы можем слушать в интернете и так далее. А сейчас множество проповедников, если там один тебе не понравился, ты щелкнул, там другой появился, тот не понравился, третий появился и так далее. То есть мы выбираем себе учителей по слуху, как написано, кто нам понравится, кто бы нас там как-то, не знаю, вдохновил, кто бы нас как бы зажег, кто бы нам бы хвост накрутил, или наоборот, кто бы что бы сделал, да. Но я почему об этом говорю, потому что, смотрите, во времена Авраама, Исаака, Иакова, не было никаких проповедников. Вообще не было церкви, да. Не было, а кто был проповедником? Кто был проповедником для Авраама? Бог был проповедником для Авраама. Аминь. И почему я об этом хочу сказать? Потому что мы часто, вот находясь где-то, мы получаем информацию не из первых уст, так сказать, да. Но все вот эти люди, о которых мы говорим, патриархи веры, да. Чему учил Авраам своего сына Исаака? Он учил его, чтобы тот научился верить Богу. Аминь. Научился слышать Бога. Научил лично получать Слово от Бога, да. Потому что все наши знания, которые мы получаем, они стоят тогда того чего-то, когда мы проходим испытания. И в этих испытаниях, в этих трудностях, мы не убегаем от Слова Божьего, мы не убегаем от Бога, но мы применяем Слово Божье. Аминь. Поэтому у каждого у нас своя битва и свое сражение. У Авраама были свои битвы и свои сражения. Но у Исаака были свои битвы и свои сражения. У Иакова были свои битвы и свои сражения. И на самом деле, что Бог хочет, чтобы мы учились получать из первоисточника. Слава Богу, что у нас сейчас много ресурсов, много того, много этого. Но знаете, из-за этого часто человек отвыкает сам получать от Бога лично Слово. Сам находить это время, чтобы проводить его с Богом, чтобы лично слышать от Бога, да. И я думаю, что вот этот самый, наверное, главный урок, который Авраам преподавал Исааку. Потому что мы рассмотрим несколько примеров, и мы увидим, что да, именно в самых трудных ситуациях обнаруживается, верим мы или не верим. Аминь. В самых трудных, критических ситуациях обнаруживаемся, а есть ли в нас Слово Божие или его нет? Что выходит из наших уст, когда нас зажимают какие-то обстоятельства? Как мы себя ведем в этой ситуации? И вы знаете, конечно же, самое настоящее, оно и проявляется в трудностях. И поэтому, когда Авраам проходил свои периоды, да, свои испытания, и у него происходило там и то, и то, и то. И вы знаете, в этих испытаниях мы видим, что Авраам возрастал духовно. Аминь. Потому что, начиная свой путь, послушавшись Бога, да, он оставил свою родину, он пошел за Богом, написано, не знает даже, куда он пошел, но он просто хотел идти за Богом, да, у него был огонь, у него было желание, появилось, оно возгорелось, это желание идти за Богом. Но, идя за Богом, мы видим еще, сколько много было несовершенств у Авраама, сколько было много страхов, да, когда из-за страха смерти он отдаёт свою жену, говорит, знаете, заберите ее, лишь бы меня не убивайте, да, это моя сестра, там, это то, это, это. И мы видим, что, да, идя за Богом, у нас еще много-много несовершенства, у нас еще много слабостей человеческих, у нас еще много проблем, у нас еще много чего-того, чего не должно быть, но в однечасти это не исчезает. Это исчезает, когда мы продолжаем идти за Богом, да, это изменения, они происходят в нас, когда мы остаемся верными Богу, да, когда мы остаемся постоянными, когда мы продолжаем говорить, Господь, не как я хочу, но как ты хочешь, не как моя воля, да, ну пусть твоя воля будет. И поэтому мы посмотрим на эти примеры, потому что так важно понять, что мы должны учиться у своих духовных родителей, да, но в то же самое время мы должны получать личные откровения от Бога, мы должны научиться, если мы не научимся этому сами, то в трудных ситуациях мы не сможем побеждать, да, в трудных ситуациях, тогда эти ситуации победят нас, а не мы победим их, да, но написано, что вера, которая от Бога, она побеждает этот мир, поэтому действительно в трудных ситуациях мы видим, есть ли у нас вера, или мы только говорим о вере. И можно также подумать и сказать, ну почему дети должны тоже проходить испытания, ну почему у них тоже должны быть трудности, знаете, иногда родители, как такие курицы, наседки, они хотят уберечь своих детей от всяких неизгод, от всяких испытаний, и говорят, да, вот у нас было там плохо, ну пусть у вас будет хорошо. Конечно, Бог не за того, чтобы было плохо у детей, но Бог за то, чтобы они лично знали Бога, Бог за то, чтобы у них была личная вера, потому что именно личная вера сделает их лично победителями над этими проблемами и ситуациями. И вы знаете, у Исаака, как у сына Авраама, были свои проблемы, были свои трудности. И написано в Библии, что во время Исаака случился ужасный голод, даже еще сильней голод, который был во время Авраама. И знаете, можно было сказать, ну почему, Господи, ну что там, батя плохо молился, или что он там, недомолил, недоделал, почему мне вот тоже вот в этой жизни выпадает, что тоже и в моей жизни голод наступил. Может, какое-то проклятие наследственное еще не выкорчевали, может быть, еще там еще чего-то осталось, да. То есть мы начинаем искать какие-то проблемы, где-то кого-то виноватого. А Бог говорит, а я просто хочу, чтобы ты стал победителем. Аминь. Я хочу, чтобы ты прошел эти трудности и получил свои откровения, и стал настоящим героем веры, так же, как и твой отец. Что веруя Авраам, повиновался призванию идти в страну, которая имел получить наследие, пошел не зная, куда идет. Веруя, он обитал на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Аковом, с наследниками того же обетования. Ты можешь спросить, какой Исаак, какой Иаков, еще никого не было, с кем он там в шатрах-то жил, как это могло быть? Но ответ в слове сонаследники того же обетования. Те обетования, которые Бог дал Аврааму, эти обетования также принадлежат и нам. Потому что, если мы дети Авраама, то мы тоже были с ним в этом шатре. Помните, однажды Бог говорит, выходи из твоего шатра и смотри на небо. Для чего Бог ему сказал? Для того, чтобы научить его видеть невидимое. Для того, чтобы увидеть то, что видит Бог, и то, чего не видел Авраам. Потому что он должен был научиться доверять Богу, он должен был научиться узнать, что это Бог его источник. Что это Бог, который сможет сделать несравненно больше, чем мы можем себе представить. Что это Бог, который говорит, я хочу перевести тебя в область сверхъестественного, в область веры. Потому что, как обычные люди, мы доверяем только себе, мы смотрим на себя. И когда мы говорим, у меня это не получится, у меня то не получится, это потому что мы не смотрим на Бога. Или наоборот, мы слишком самоуверенны, у меня это получится, и то получится. Опять почему? Потому что мы смотрим на себя, на свои силы, на свои способности. Но суть заключается в том, чтобы быть детьми Божьими, это научиться зависеть от Бога. Это научиться ходить Божьими путями. Это научиться думать Божьими мыслями. Аминь. Это научиться совершать то, что превыше нашего разумения. И поэтому задача Бога была научить Авраама, чтобы Авраам, в свою очередь, научил Исаака. И чтобы Исаак, в свою очередь, научил Иакова, и так далее, и так далее. Аминь. И поэтому Бог не отменил своих обетований. Бог не отменил своего слова. Но Бог хочет, чтобы каждое следующее поколение, оно научилось открывать свои колодцы. Оно научилось открывать эти обетования и доставать, черпать эту живую воду, чтобы эта вода, она потекла в твоей жизни. Чтобы это помазание потекло, это присутствие потекло, это откровение потекло в твоей жизни. И это дело каждого лично. Аминь. И мы говорим, что верой Авраам повиновался призванию. Видите, как важно посмотреть, потому что, когда Бог нам дает призвание, говорит, я хочу, чтобы ты вот это делал, или чтобы ты вот это делал, да? Почему многие не повинуются призванию? Почему? Потому что они смотрят на себя, они смотрят на свои планы, они смотрят, может быть, на свои мечты, они смотрят на свое. И тогда, знаете, когда у тебя есть свое, и ты за это свое держишься, тебе очень трудно пойти за Богом. Потому что, чтобы пойти за Богом, Бог говорит, оставь свое и возьми мое. Правда? И написано, что Он оставил свою землю, Он оставил свой родной город, Он оставил свою родину, Он оставил то, что было ему близко. Почему Бог говорит ему «оставь»? И часто он нам говорит «оставь своих старых друзей, оставь свои старые зависимости, оставь свои старые привычки, оставь свое старое мышление, потому что не оставив старое, ты не сможешь пойти в новое. Потому что, держась за старое, ты не сможешь получить новое». И это начало, друзья, это было начало странствования Авраама. И написано, что он верою повиновался призванию. Поэтому, когда у нас есть вера, мы говорим, у нас есть и послушание. Когда у нас есть послушание, оно выражается в действии. И когда мы действуем по Слову Божьему, тогда мы видим результаты. Слава Богу! И дальше мы читаем и говорим, что он обитал в этой земле, и в шатрах уже были верою Исаак и Аков, сонаследники того же обетования. Знаете, Бог всегда говорит нам, что он не мыслит одним поколением. Он мыслит минимум тремя поколениями. Мы даже часто говорим, что Бог, он Бог трех поколений. Авраама, Исаака и Якова. Бог, он смотрит вперед, он смотрит на перспективу. Он не Бог просто сейчас, сегодня, а завтра хоть потоп. Нет. Он говорит, завтра не будет потопа, если ты будешь сегодня топать за Богом. Аминь. Если ты сегодня будешь верить, если сегодня ты будешь учить своих детей в вере, слава Богу, тогда потопа не будет. И поэтому, чему учил Бог Авраама? Он учил его в вере. Он учил его тому, чтобы Авраам действительно пережил на своей жизни понимание, что Бог его источник. Знаете, можно говорить, Бог мой источник, Бог мой источник, но когда у тебя нет денег, ты боишься. Когда ты заболел, тебе поставили какой-то страшный диагноз, ты боишься. Или еще какие-то неясные обстоятельства в твоей жизни, ты боишься. И что Бог говорит? Бог говорит тебе, не бойся. Но когда ты не будешь бояться, когда ты поверишь, что Бог твой источник. Аминь. И чтобы ты поверил, что Бог твой источник, это требует времени, это требует усилия, это требует желания. Знаете, я хочу сказать, что у нас есть дух, душа и тело, мы все это прекрасно знаем. Но вы знаете, что наша душа и наше тело, они жили в одной истории, а наш дух живет в другой истории. То есть он родился от Духа Божьего и ты стал новым творением. И у тебя началась новая история. У тебя как бы существуют две личности. Старая личность, которая выросла в старом режиме, еще в безбожном режиме. И новая личность, духовный человек, который родился от Бога и живет в Царстве Божьем. И поэтому Бог говорит, да, эти два начала в твоей жизни, в твоей личности. Но Он говорит, кого ты будешь кормить, тот и будет сильнее. Кому ты будешь слушаться, тот и победит. Аминь. И поэтому мы должны духовно возрастать, но мы возрастаем духовно, когда мы кормим своего духовного человека. Мы возрастаем духовно, когда мы верим, потому что наш дух, он хочет верить. Наш дух соединен с Богом, и наш дух доверяет Богу, и он доверяет Слову Божьему. Но из прошлой жизни твоя душа, твой необновленный ум, твоя плоть, они тянут одеяло на себя, они требуют своего, они говорят, почему ты меня ущемляешь, почему ты мне не даешь спать, почему ты мне не даешь грешить, почему ты мне чего-то не даешь, а я этого хочу, а меня к этому тянет. И если ты не кормишь своего духовного человека, то старое побеждает новое. Но знаешь, Бог сказал, что я творю все новое, чтобы новое победило старое. Аминь. Потому что старое не наследует вечности, старое не попадет на небо, ты знаешь об этом. Старое, оно не будет там, где будет новое. И поэтому это новое, которое Бог начал в твоей жизни, оно должно иметь развитие, оно должно иметь продолжение. И поэтому это новое мы должны передать своим детям. А наши дети своим детям. А их дети своим детям. И если бы не было этой преемственности, нас бы сегодня здесь не было на этом месте. И поэтому Бог говорит, если Он мыслит поколениями, если Он смотрит в будущее, Он говорит, и вам нужно учиться думать и мыслить поколениями и смотреть в будущее. Слава Богу! И поэтому Бог учил Авраама, Авраам учил Исаака, Исаак учил Иакова. Чему же они все учили своих детей? Самое главное, они учили, что Бог их источник. Бог их источник. Знаете, мы живем в материальном мире, и нам всегда привычнее уповать на материальные вещи. Нам всегда легче живется, если у нас есть деньги в кармане, нам легче живется, если у нас ничего не болит и так далее, и так далее. То есть, ну когда у нас одна из наших материальных подпорок начинает трещать, или ее куда-то убирают, или от нее ничего не остается, для нас это падение, для нас это крушение, для нас это страх, для нас это отчаяние. Ну а если мы говорим о Боге, то у Бога нет кризиса, слава Богу. У Бога нет кризиса, друзья, потому что у Бога нет коррупции, у Бога нет лжи, у Бога нет обмана, да? То есть, самая стабильная экономика – это небесная экономика. Почему у нас самая стабильная? Потому что Бог определил эту стабильность. Аминь. И если мы верим в Божье, у нас будет стабильность в жизни. Мир меняется на наших глазах. Одно, другое, третье, плохое, еще хуже, еще хуже. Но, когда ты смотришь на Бога, Он говорит, что стезя праведника, она светлеет день ото дня. Идя за Богом, ты выбрасываешь это старое, и когда ты вообще освобождаешься от этого старого, ты говоришь, как апостол Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. У тебя другая перспектива жизни, у тебя другие ценности. Почему? Потому что ты поменял цель. У тебя была одна цель, и у тебя появилась новая цель. Вечная цель, лучшая цель. И идя за Богом, идя за этой звездой, утренней звездой, Бог приводит тебя в место твоего предназначения. Потому что место твоего предназначения – это место твоего благословения. Это место твоего развития, это место твоего роста, это место твоего прорыва. Аминь. Поэтому Богу надо выдернуть тебя из старого, чтобы посадить тебя в новое. Аминь. И в этом новом ты будешь развиваться, и в этом новом ты будешь другим человеком. Поэтому, когда мы смотрим на этих божьих героев, мы видим, что на кого было рассчитывать Аврааму? На государство? Государства там не было еще никакого. Наций еще не было. На кого? Ему нужно на каких-то людей. Их тоже никого не было. И вы знаете, вот я говорю, это как некоторые столпы, как некоторые такие опоры, на которые мы хотим опираться и надеяться. И когда что-то, вот эти опоры начинают шевелиться, что-то шататься начинается, то люди впадают в страх, они впадают в панику, потому что они думают, что это основание жизни их колеблется. Нет, если наше основание жизни это Господь, а Он не поколеблется никогда, то никакие колебания в экономике, в кризисах и в других вещах, они не будут колебать и тебя, и твою веру. Аминь. Поэтому Бог нас учит уповать на Бога, а не на государство, не на правительство. Нам нужно молиться за правительство, за государство. Но не они источник, понимаете? Не они источник. Если они источник, тогда мы боимся, если этот источник вдруг пересыхает, или он меняет направление, он идет вообще в другую сторону, нам становится страшно. Но когда наш источник Бог, а Бог не изменен, Он вчера, сегодня и во веки тот же, то и мы будем неизменны в этой вере. Скажи на это Аминь. И поэтому, конечно, Господь хочет их, чтобы в нашей жизни мы утвердились в том понимании, получили откровение, что Бог мой источник. Скажи, Бог мой источник. Бог мой источник. И знаешь, когда Бог у нас источник, тогда ты будешь не ограничен ни в чем. Аминь. То есть в Божьих ресурсах ты не будешь ограничен. Потому что когда Бог твой источник, то идешь к Богу. Правда? Когда Бог твой источник, ты питаешься из этого источника. Когда Бог твой источник, ты жаждешь этого источника. Как Давид писал, что я уподобляюсь оленю, который несется, и он пьет из этого источника. Почему? Потому что он знает, где он получит ответ. Он знает, где он найдет покой. Он знает, где он найдет мир. Он знает. И поэтому, если ты знаешь, в кого ты уверовал, если ты знаешь, что ты уверовал в Бога, как твой источник, ты не будешь бояться. Ты будешь бежать всегда к этому источнику. Аминь. Мы на прошлом служении вспоминали молодых людей, Даниила и его друзей. Бог был их источник, друзья. Правда? Потому что они не испугались, они не отреклись от своего источника. Они не отказались, хотя это было страшно. Это был страх смерти. Им говорили вначале, если вы не будете есть, мы вас убьем. Если вы не будете поклоняться идолу, мы вас убьем. Знаете, законы были настолько жесткие, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, как говорится. Но они сказали, что мы не отречемся от Бога. Мы не отречемся от своего источника. Мы знаем, в кого мы уверовали. И поэтому Бог на протяжении всей истории, Он воспитывал, взращивал во Врааме вот эту веру, что Бог его источник. Аминь. И это дошло до того, что вы помните, что в 100 лет и 90 лет цары, когда они не могли иметь детей, они родили своего сына. О чем это говорит? Это говорит о том, что тогда, наконец, как написано, и поверил Авраам Богу, да, и для него открылся Божий сверхъестественный источник. Поэтому о чем нас учит Бог? Он учит нас тому же самому, чтобы мы открыли Бога, как сверхъестественный источник. Как того, кто делает невозможное возможным, который называет несуществующее, как существующее, да. И если мы научимся, если мы испытаем Бога, как Он сам говорит, испытайте меня. Правда, как Бог, Он не боится, что, ого, разве можно Бога испытывать? Он сам говорит, испытайте меня. Бог как бы нам дает вызов. Мне, говорит, чего бояться? Я за свои слова отвечаю. Я верен за каждое слово. Говорит, я могу подписаться под каждым своим словом. Но Бог хочет, чтобы действительно в нашей жизни открылся этот источник откровения. И смотрите, написано, что в римлянах и так поверить, чтобы было по милости, чтобы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть всем нам верующим. Отец, да. Видите, Бог хочет, чтобы потомки, то есть мы кто? Мы потомки. Исаак был потомок, Иаков был потомок, Давид был потомок, Иисус был потомок. Да, это все потомки. И, говорит, чтобы вот эти потомки Авраама, они были такими же людьми веры. И смотрите, что дальше написано. И он говорит, и я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил. И здесь я хочу остановиться. Вот давайте посмотрим, поразмышляем. В какого Бога веришь ты? В какого Бога верю я? И в какого Бога верил Авраам? Это очень важно понимать, в какого Бога верил Авраам. Потому что, вот смотрите, в какого Бога верил Авраам, значит, в такого Бога он учил верить кого? Исаака. Потому что, если мы имеем определенную картину о Боге, да, вот эту картину мы сможем передать своим детям. Какая у нас картина о Боге? В какого Бога верим мы? Просто сам себе задаю вопрос. А в какого Бога я верю на самом деле? Какой Бог для меня, да? Как он выглядит? На кого он похож, да? Потому что, в какого Бога я верю, я тогда от такого Бога и ожидаю. Аминь. И если у меня Бог какой-то слабосильный, маломощный, какой-то неспособный что-то там сделать, то, конечно же, мы не сможем от этого Бога получить что-то, что будет сверх того. Аминь. И вот смотрите, во что верил Авраам. И написано, что Авраам поверил какому Богу? Животворящим мертвых. Вообще, это очень сильная вера, я вам скажу. Это поверить в то, что уже не имеет жизни, да? Мертвый. Что такое мертвость? Мертвость – это противоположность жизни, да? Там нет никакой жизни. И поэтому есть различные синовними смерти, да? Когда мы можем сказать, это не только там человек. Это может быть пустыня. Это мертвое море, да? В Библии написано. Это мертвость в том, что что-то не работает. Мы говорим, мертвый двигатель, там, мертвый телефон, там, мертвое, нет сети и так далее. То есть то, что не работает, оно должно работать и в какой-то момент оно не работает, да? Но написано, что Авраам поверил в такого Бога, который любое то, что не работает, может сделать работающим. И это замечательно. И это говорит о том, что если в нашей жизни, в моей или в твоей жизни что-то еще не работает, что-то еще не получается, да? Что-то еще не происходит, оно произойдет. Но оно произойдет тогда, когда ты поверишь в Бога, который животворит мертвых. Если у тебя такой веры нет, то ты не сможешь получить тот ответ, который ты ожидаешь. То та ситуация, возможно, какая-то мертвая ситуация в твоей жизни, какая-то мертвая ситуация с долгами, мертвая ситуация со здоровьем, мертвая ситуация с работой. Или еще какие-то есть вещи, которые ты видишь, они уже не меняются. Мертвые уже не меняются, правда? Они как есть, так и есть. Если их закопали там тысячи лет назад где-то там фараонов, еще вот, они как были, так и есть. Они абсолютно никуда не ушли, они абсолютно не изменились, и какие были, так и остались. Но Авраам поверил такому Богу, для которого нет ничего невозможного. Он поверил такому Богу, что любая ситуация, которая выглядит мертвой, которая выглядит такой, что уже ничего там не может произойти по определению, но Бог выше всех этих определений, и он поверил этому Богу. Он верил, что для Бога нет ничего невозможного. Он поверил, что это Бог его, сверхъестественный источник. И поэтому, когда он поверил Богу, то он столетний смог родить сына. Аминь. Видите, это была не просто вера за новые носки, или за новую рубашку, или еще там за что-то такое. Хотя и на этом надо тренироваться, как в известном фильме. Иди тренируйтесь на кошечках. Молитесь за кошечек, за собачек. То есть есть определенный прогресс, есть развитие веры. И вера должна постоянно расти, постоянно развиваться. И он дошел до этого уровня, когда он поверил Богу, который может любое мертвое дело воскресить. Любое безнадежное дело может появиться надежда. Аминь. Там, где никогда не было выхода, то появится выход. И вот, в какого Бога он поверил. Вот это поэтому очень важно понимать, в какого Бога мы верим. Какого Бога мы себе представляем. Какого Бога мы себе рисуем. То есть, какого Бога ты видишь, в такого Бога ты и веришь. Но он поверил в такого Бога, для которого нет ничего невозможного. Скажи на это аминь. Слава Богу. Вот для Бога особенно цены и важны люди, которые перешагнули уровень. Я должен, я обязан. Они на уровне сверх того. Потому что если у нас нету слова от Бога, на чем наша вера зиждется. Поэтому мы боимся. Страх это противоположность веры. В тех сферах, где мы боимся, там нет чего? Там нет веры. И когда у нас есть такая вера, тогда Бог делает невозможное возможным. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...